Отже, рады представить гостей нашей студии, организаторов захода «Опентон ФСФС». Это Олександр Барковский и Тетяна Гухова. Доброго ранку вам, дякую, что вы знакомы с ранку. Итак, если говорим о фестивале, и, наверное, надо начать с общественной организации, место для людей, как давно вы появились, и, скажем так, как появилась эта идея, все-таки организовать это пространство, о котором многие говорили, многие проекты писали, но, к сожалению, никто не доходил все-таки до реализации. У вас руки дошли. Да, так и было. Все началось вообще из... Есть человек у нас в городе Николаеве, Андрей Белоножко. Он как бы толкнул на то, чтобы город стоит развивать и больше открывать для населения, для окружающих вообще. И создал такую платформу «ГДЛ» — «Город для людей», то есть на которой мог зарегистрироваться любой человек и преподнести свой проект. Например, там поломана лавочка где-то, и можно ее починить. Он сам лично просто говорит, на лавочку стоит 100 гривен, чтобы починить. Взяли, как бы сложились, вот скинули денег, и этот человек проконтролировал сам проект. И реализовали как бы это мини-маленький проект. В данный момент мы участвуем в более большом уже проекте, в лидерской программе, и нас 23 человека, и мы выполняем общественный проект «Пантон», с помощью которого хотим показать, что не стоит как бы надеяться или ждать, что кто-то вообще создаст для нас. Придет, сделает. Да, придет, сделает. Как бы мы вот большая семья, которая хочет показать, что город это и есть. Такая большая, огромная семья, которую можно реально вот довести до хорошего уровня, где будут отношения уже более такие адекватные, ласковые, нежные. Вот, чтобы было круто, как бы. И сейчас мы выполняем этот проект, вовлекая сюда всех людей, ну, в Николаеве, и хотим, так сказать, первый шаг сделать для того, чтобы люди увидели, что на самом деле все реально нашими силами можно сделать. Есть у нас также фотографии того, как все-таки выглядела эта территория, которую облагораживали до, параллельно с тем, как будут видеть зрителей, хотелось бы у вас узнать, как хрупкой девушке захотелось все-таки изменить это все. Почему? Саша уже сказал, что действительно мы сели и подумали, что город Николаев – это наша семья. У меня сейчас вот воспоминания такие аж мурашки по коже, потому что то, как наши люди захотели помочь, ну, изначально, конечно, у нас было такое очень большое желание сделать что-то для города. Мы, конечно, у нас было много идей и помочь детскому дому, но мы приняли решение, что мы и так можем помочь детскому дому. А вот сделать что-то глобальное для города, потому что там будет и малая сцена, там и большая сцена, люди могут собираться, люди могут стихи читать. То есть это то, что нужно для нашего города. То, что, по сути, многие уже прописывали об этой малой сцене, да, как арт-пространство, чаще всего используется каштановый сквер, который как бы к этому не особо приспособлен, но все же как-то приспособили наши артисты для того, чтобы делать свои концерты импровизированные. Я так понимаю, что пространство будет, скажем так, открыто для всех по тому, как там запитаться и так далее. Это тоже будет такая возможность? Да, то есть это будет доступно, можно будет на платформе ГДЛ, город для людей, регистрироваться, свое, например, выступление или концерт, с помощью этой же платформы будет все рекламироваться, назначаться дата этого концерта и, как бы, организация будет все делать для этого. Для того, чтобы можно было показать юные таланты, можно было показать скрытые таланты, которые просто не имеют возможности даже где-то их проявить. Самое главное, знаете, за что у меня всегда болит душа, когда вот так общественно все вместе делают какой-то проект, чтобы назначалась «Одне порося, и ка придай и все нагады». Действительно, потому что делается для всего города, но найдется кто-то один. Поэтому будем надеяться, что все-таки, поскольку эта местность на виду, все-таки, скажем так, будет жить и не один год радовать николаевцев. Что уже было сделано на сегодняшний день и что еще делается, потому что, я так понимаю, работы еще кипят. Так и есть, мы, ну, когда мы поняли, что мы взяли достаточно большой объем работы, на который нам... В данный момент мы реально как бы не успеваем по сроку его на сегодняшний день завершить, но тем не менее процентов 70 уже работ выполнено. Готова малая сцена, большая сцена, сделаны все лавочки, все расположено. То есть, там мини-газончики сделаны, все покрашено. И на сегодняшний день готово все для того, чтобы открыть. Но в дальнейшем будем еще там большой проект, как ливневку сделать, для того, чтобы он потом в дальнейшем не разрушался этот проект. Ливневку с бетоном все это четко сделать. Мост еще, пирс планируем сделать. Но это в дальнейшем мы хотим это дальше реализовать. Это то, что будет точно. Я думаю, да, что сегодня как бы зрители, которые придут на фестиваль, который будет уже, скажем так, на этом арт-пространстве происходить, а, соответственно, возможно, кто-то вдохновится тоже и к вам присоединиться, реализовывать какие-то проекты. Но и, возможно, кто-то еще придет и скажет, а вот вам, ребята, большой чемодан с деньгами, реализовывайте все. Поэтому это мечты, но мечты могут сбываться всегда. А что и во сколько, скажем так, будет? Какая концертная программа, на что рассчитывать николаевцам и во сколько приходить? Сегодня начало будет в 6 часов вечера. Планируем мы до 10 вечера. Будет такой планируемый грандиозный фестиваль. Собрать очень большое, огромное количество людей. Для того, чтобы люди порадовались, что мы сделали. Будут там те, кто нам помогал, спонсоры наши. Будут выступать группы. То есть будет концертная программа. Я думаю, будет и нам, и другим приятным. Я смотрел, что еще и гастрофестиваль, то есть искать таких, кроме зрелища, еще будет все-таки возможность и покушать, и отдохнуть душой компанией. Пятница, как раз, самое удачное время, друзья. У вас есть возможность сегодня вместе с друзьями посетить мероприятие с 18 до 22, соответственно, занять свое время. Вам спасибо большое за то, что реализовываете такие проекты. Ну и, конечно же, создаете место для досуга николаевцев. Я нагадую еще раз, что у нас в состях были организаторы захода, Пантонфестиваля, Олександр Барковский и Тетяна Глухова.